Всем привет, к нам отец приехал в планшет Super M845G, и сейчас мы его распакуем. Как можно увидеть, аппарат на 5 мм. Что у нас по характеристикам? Давайте посмотрим. Основные перечислены здесь, самые ключевые, японский контроль качества. Подробнее можно посмотреть вот здесь. Тут у нас 4Х процессов 6.1.2 ГГц, MTK, MT8389, Bluetooth 4.0, TFT-экран IPS, 7.85 дюйма, разрешение как у iPad mini, сношение сторон точно такой же. Собственно, сразу видно, где черпалось вдохновение дизайна этого устройства. 3G модуль, оперативная память гигабайт, 16 гигабайт встроенной памяти, поддержка карта памяти до 32 гигабайт, 6 часов проигрывания видео, Wi-Fi, GPS, 2 камеры, 5 мегапикселей и 0.3 мегапикселей. Здесь подробно все форматы видео написано и прочие подробности. Можете с ними ознакомиться. 4000 мА аккумулятор, алюминиевый корпус, что очень даже неплохо. Стоит такой планшет 9000 рублей, но можно найти за 8, тоже официальный. Дешевле, чем iPad mini, с аналогичной конфигурацией. Плюс поддержка карта памяти, Android 4.2 для кого-то плюс, естественно. Что у нас внутри? Давайте посмотрим. Снимаем упаковку. Здесь мы видим сам планшет в таком пакетике. Оторвалась у нас бумажечка, но не страшно. Отклеиваем экран, точнее пленку с экрана. И перед нами практически iPad mini. Только внизу у нас micro-USB порт. Также динамики. Дырки здесь очень по-разному нанесены, как можете видеть. Если у Apple аккуратно все сделано, то здесь сервер 4 дырки, здесь 8. Некоторые не проделаны. В общем, очень странное решение. Сразу видно, что внимания этому особо не уделялось. Очень сильно выступает экран. Он будто вставлен в металлический каркас. Но выглядит интересно. Ощущается добротно, хотя аппарат очень тяжелый. И такой весомый. Что у нас здесь? Кнопки питания, громкости, логотип Supra. Здесь у нас съезжает, я так понимаю. Тут мы можем увидеть слот под SIM, под карточку памяти, которая обозначена как Transflash, хотя здесь microSD. Порт под наушники, микрофон, 7-пиксельная камера. Ну и, пожалуй, все остальные элементы будут перед нами. Пробуем его включить. Экран ляпается. Скорее всего, альфа-дома покрытия здесь нет. Но, в принципе, по ощущениям не так все плохо, как могло бы быть. К тому же сейчас после отклеивания пленки заводской ощущения могут не соответствовать реальным. То есть потом в процессе использования, естественно, узнаем, выясним, опишем впечатления. Что у нас еще есть? Давайте поглядим. Так, тут у нас кабель microUSB-USB, переходник USB-ATG и зарядное устройство. Емкостью, мощностью, в общем, на 2 ампера, в общем. То есть зарядится за 2 часа планшет полностью. Луководство и бумажки. Мы можем увидеть инструкцию по эксплуатации, написанную в одно слово. Дополнение конструкции и гарантия. Ну, а также список всех сервисных центров во многих городах присутствует. Компания давно зарекомендовала себя как неплохой производитель бытовой техники различной, включая телевизоры, заканчивая какими-то микроволновками и прочим. Поэтому планшеты для них тоже один из основных сейчас сегментов, в котором они тоже имеют небольшие успехи. Может быть даже и большие. Точно я сказать сейчас не могу. Устройство включилось. Вес, конечно, намного тяжелее под мини. Прямо ощущается такой прям тяжеленькой штукой. Ну и что у нас тут? Мы видим стандартный Android 4.2. Настройки. Мы пропускаем. Потом это мы все настроим еще раз. Чтобы сейчас нам не застрять на это внимание. Вибрация отдается где-то в корпусе. Очень сильная и мощная. Клубка скриншота, как видите, сразу сделалась. О, у нас здесь есть скрывание этих нижних стандартных кнопок. Интересная фишка в бюджетном планшете, скажем так. Работает шустро. Все базовые элементы Android 4.2 присутствуют. Но, естественно, потом в дальнейшем мы все это протестируем. Как следует еще. На скорости работы, на производительность в играх. Просто обещали быть интересным. Посмотрим, как он покажет себя в дальнейшем. Оставайтесь с нами, задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо. До свидания.